Ну что, Алена, похоже, наконец, настоящее лето. Ура! Да я смотрю, только ты все не веришь, все в шубах да в штанах. Боюсь рисковать, понимаешь, доставать свои летние гардеробы. Я тебе на самом деле предлагаю заманить лето, чтобы оно осталось с нами как можно дольше свеженькой, новенькой летней юбчонкой. Пойдем смастерим себе по классной летней юбке, и я уверена, что у нас все получится. Согласна? Пойдем помодничаем. Ну что, Алена, мы с тобой снова в красивом месте. Интересно, что нас сегодня ждет? Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу школу для современных девушек и женщин. Это новая школа, нового формата. Мы здесь проводим обучение на различные темы, которые интересны девушкам. Мы учим создавать вещи своими руками. Мы учим шить, вязать, конструировать одежду, создавать украшения, рисовать и многие-многие-многие другие темы. Звучит многообещающе и волшебно. Ах, вот они, пропущенные уроки. Да, теперь будут восполняться вот таким образом. Мне кажется, это круто, что есть такая возможность. Да. Мы тоже рады такую школу открыть в Челябинске, чтобы всем нашим девушкам и женщинам, которые интересно развиваться, которым интересно общаться, находить новых знакомых, изучать какие-то новые интересные направления, чтобы им всем было куда пойти. Вот это мы. Это мы. Мы уже пришли. Давайте я познакомлю вас с нашим преподавателем, который поможет вам сегодня шить. Давайте. Сегодня я предлагаю вам сшить две юбки. Вы будете сшить трикотажную юбку прозрачную из сеточки на резинке, а вы сошьете летнюю легкую юбочку-трапецию, тоже с поясом на резинке. Но, пошив любого изделия, никогда не начинается сразу с ткани. Он начинается с чертежей и мерок. Нам нужно ткань нашу сложить лицевой стороной внутрь. Лицевая сторона, как определяется лицевая сторона, вот здесь вот у вас. Где более пупырчато, да? Да. Что касается вас, нам надо выкроить две вот такие детали. Мы с вами поступим очень хитро. Мы с вами ткань сложили вот так и сложим еще раз. И выкроем сразу две детали одним махом. Это идеально. Мне кажется, моя юбка уже готова. Ну, не совсем, но ваша юбка будет готова быстрее, да. Надевай и иди. В руках у меня трикотажная сетка, а я вас приглашаю на спортивную сетку. Все на батуты? Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. И так целый час. Со стороны кажется легко и просто. Взрослое население считает это занятие баловством и детским развлечением. Но на самом деле сейчас появляется очень много батутных парков именно для взрослых. И, наверное, это не зря. Значит, есть в них какая-то, неведомая многим из нас, польза. Здесь неделя от посетителей на взрослых и детей, хрупких и полных. Батут – это специально разработанная инженерная конструкция с очень прочной сеткой, которая способна выдерживать любую нагрузку. Вообще у нас приходят дети, ну, начиная от двух лет. Были случаи, и в полгода приходят с ребеночком на руках попрыгать. Как таковых ограничений по весу и возрасту у нас не имеется. Существуют ограничения для спортивных батутов. Это как вот эти черные, 3 на 3 метра. У них ограничения по весу 100 килограмм. У профессиональных батутов как таковых ограничений не имеется. Это, ну, смело до 150 килограмм они выдержат. Специалисты уже давно признали прыжки на батуте альтернативой спортивным занятиям. Батут является таким же тренажером, как беговая дорожка или велотренажер. Международный олимпийский комитет даже относит батут к отдельному виду спорта. У нас есть специальный комплекс упражнений, который направлен именно на прокачку ягодиц, пресса, бедер. Нацелены именно на снижение веса и на сжигание калорий. Потому что за 10 минут прыжков на батуте это приравнивается к бегу на расстояние 3 километра. Некоторые считают прыжки на батуте травмоопасным видом досуга. Мол, можно упасть, подвернуть ногу, руку, столкнуться с соседом. Но на самом деле это не более опасно, чем катание на коньках, лыжах, роликах. Все зависит от соблюдения неких нехитрых требований. В батутном парке всегда есть профессиональные спортсмены-инструкторы, которые не выпустят вас на батут, прежде чем не проведут разминку и не расскажут о правилах поведения. А они просты. Приходить в спортивной одежде, убирать из кармана все, что может выпасть и поранить. На одном батуте прыгает только один человек. Но самое главное, перед вашими самостоятельными прыжками инструкторы научат вас, как правильно падать и как в полете и при приземлении располагать части тела, чтобы не травмировать их. Итак, прыжки на батуте. Во-первых, это прекрасная тренировка вестибулярного аппарата. Особенно это касается маленьких детей, у которых он только начинает развиваться. Во-вторых, улучшение координации движений. При прыжке срабатывает рефлекс, благодаря которому человек старается приземлиться наиболее правильным образом. В-третьих, отличная зарядка для спины и мышц, благодаря чему прыжки выступают в качестве профилактики, например, остеохондроза. В-четвертых, усиленное дыхание помогает ускорить кровообращение и улучшить обмен веществ. Благодаря чему желающие похудеть, можно сказать, на глазах теряют вес. Ну и самое главное, прыжки на батуте – это стопроцентное удовольствие. Как воспоминания из детства – абсолютное счастье, когда просто захватывает дух. Батутный парк «Верх» – это территория семейного отдыха. 15 батутов для детей и взрослых, поролоновая яма и скалодром. Большой выбор программ для посещений и приятные цены. Веселые дни рождения с безлимитными играми. Наш адрес – город Челябинск, улица Худякова, 12, корпус 2. Если прыжки, то только «Верх». Когда мы заправляем оверлок, прежде чем сшить, мы всегда должны попробовать его на ненужном кусочке ткани. Как идет строчка. Потому что если вы сядете сразу на машину и что-то пойдет не так, вы можете испортить. Тем более, что здесь есть нож, который сразу же за вами срезает все лишнее. Вот смотрите. Видите? Мы с вами совмещаем вот эти два среза. Верхний и нижний. Вот так вот подкладываем под лапку. С отступом. И тихонечко, плавно. Без натяжения. Без натяжения. Плавно очень давим на педаль. Начинаем шить. Ну что? Давай, Алла, газуй. Мастерица, не тяну, не толкай. Да, да. Поехали. Нам надо с вами скроить юбку. Вот теперь у нас все, что осталось, да, мы берем. Это все, что останется после меня. Можно подумать, что мы с вами сейчас отложим вот так по прямой 26 и нарисуем. Но это неправильно. Потому что у нас с вами юбка, помните, я говорила, это сегмент круга, а круг всегда имеет прогиба. Она будет такая квадратная, вот так вот, квадратная. Да, она будет... Она должна быть красивая. Да, если мы с вами по прямой сделаем, у вас здесь будет ровно, а здесь будут такие уши висеть. Для того, чтобы этого не было, нам надо сделать полукруг. Все. У нас получился чертеж нашей юбки на ткани. И ваша задача теперь ее вырезать. Вот у нас с вами, видите, будет резинка на сколько короче, да, юбки? Да, почти вдвое. И она у нас с вами даже не натянется для того, чтобы ее... Поэтому нам с вами придется на юбочке сделать... Живульки? Ну, не живульки, а такую легкую... Штрипки, да. А их нужно как-то делать... На машине. Как все продумано, как все ушло вперед. Я бы сидела и живулила. А вот, кстати, была я на выходных на прошлых по твоей рекомендации в очень интересном месте. И, кстати, советую всем. Удовольствие просто невероятное. У Алены Шелеповой неожиданно выдалась неделя отпуска. Ее мечта – успеть за неделю постройнеть. Еще больше – помолодеть. А самое главное – избавиться от болей в спине. Именно с такой целью она приехала к профессору Волкову, который уже более 20 лет практикует свою уникальную методику по оздоровлению всего и сразу. Ну, во-первых, это очищение организма на травах. Не просто, без всяких клизм, на травах. Я травами занимаюсь уже не один десяток лет. Потом – это, конечно, рациональное питание. Это, конечно, массаж, с которым вы познакомитесь. Удивительный массаж. Это занятия в тренажерном зале. Там и тренажеры Бобновского, да и не только. И тренажер Волкова. Много чего там вы увидите. Это для того, чтобы действительно помочь человеку избавиться от боли в суставах. Это только совсем юным девушкам кажется, что боли в спине появляются непременно от высоких каблуков. На самом деле это могут быть отголоски нарушений в работе, например, желудочно-кишечного тракта. Каждый орган брючной полости имеет проекцию на нашем теле. В данной ситуации боль, где возникает эта проекция желчеводящих путей, желчного пузыря. Пока мы проводили диагностику попутно, я немножко помассировал эти участки болезненные, да, и саму трапециевидную мышцу, да. И думаю, что сегодня ночью вам будет спать уже намного легче. Еще одна полезная процедура для позвоночника и суставов – занятие на специальных авторских тренажерах. Главная задача Федора Николаевича – научить правильным упражнениям, делать которые Алена сможет потом и дома. Это для, я называю спортзал сумочки, берите. Так, теперь натяжение сделайте, не-не, еще отодвиньтесь, еще, чтобы руки были, еще, 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 вот, вот так вот. Велосипед, поехал, да, вот так, да, вот, все, работаем. Массаж и лечебная физкультура заканчиваются оздоровительной баней, в которой соблюдены нужный режим и влажность. Парение проводится холодным веником, благодаря чему все сосуды начинают активно работать. Сначала нужно разогреть, во-первых, ножки, это очень важно. Это наши очень важные мышцы икровозные, да, которые скачают кровь. То есть нам нужно разогреть сначала, как известно, на стопах у нас есть все проекции наших органов. И пошли дальше. По мнению Федора Николаевича Волкова, у каждого человека есть иммунитетный резерв, запускается который только в стрессовой ситуации. Именно она и приготовлена для Алены, как старт для естественного оздоровления. Главное убеждение Федора Николаевича заключается в том, что оздоровиться может каждый человек, независимо от возраста и диагнозов. Главное – позитивный настрой и приятные эмоции. А здесь, среди уральских гор и красивых лесов, эти эмоции рождаются каждую минуту. Например, в чане с горячим отваром из трав. Человек усаживается, естественно, вода приятная, более чем теплая, поры раскрываются, и в это время действительно начинает омолаживание кожных покровов. Еще одна авторская разработка Федора Николаевича – угольно-травяная перина. На разогретую костром землю и угли накладываются лопухи, береза, полынь, ведь они обладают и противовоспалительными, и успокаивающими свойствами. Растынка. Сейчас человек будет укладываться на это ложе, сверху берблюжье одеяло, и так как внизу там горячие угли, будет испарение от этих трав, одеяло берблюжье не будет давать уходить теплу, и поры тела начнут раскрываться. Удивительное сочетание природы и продуманных процедур приносят свой результат уже в первый день. Спокойствие, расслабленность, отсутствие гнетущих мыслей. Наслаждаться полученным эффектом Алена будет в уютных апартаментах, где есть все необходимое, чтобы чувствовать себя как дома. А завтра новый день и очередная порция приятного релакса, который незаметно за ближайшие шесть дней избавит Алену от всех проблем и недомоганий. Как ощущения? Слушайте, Федор Николаевич, совершенно удивительно, у меня пульсирует, по-моему, каждая клеточка моего тела. Невероятно. Мне кажется, что после такого релакса вообще ничего не будет болеть долгие годы. Я с вами согласен. А при том, если еще человек позитивно настроенный, ни одна болеточка, ни одна болезнь к вам не пристанет. Вот так легко, без лекарств и хождений по больницам можно, естественно, стать здоровым и счастливым. Здесь о вашем самочувствии позаботится сама природа и автор метода Федор Николаевич Волков. И даже если у вас ничего не болит, здесь можно просто насладиться великолепными окрестностями, уютной атмосферой и просто провести свой отпуск согласно нашим традициям. Баня и веник или ледяное обливание, а можно и без них. Выбор-то за вами. Застарелые боли, ограничение подвижности, беспричинная хандра тогда в центр Волкова. Уникальная авторская методика «Здоровье на четырех китах» — это сбалансированная, проверенная, многоступенчатая система оздоровления. В комплексе фитотерапия, здоровое движение, очищение организма как следствие правильного питания, психологический подход, принципы народной медицины. А еще удивительная природа, свежий воздух и отдых в кругу единомышленников. «Здоровье на четырех китах» — это здоровье с удовольствием. Ждем вас в поселке Сырастан. Контактный телефон 8-912-803-92-86. Приезжайте за здоровьем. Ой, видела, столько красоты здесь девчонки шьют. И белье, и топики, и купальники. Вообще, Алла, ты не представляешь, что это все. Почему не представляю? Вот видишь, раскроено для топиков, видимо, да, как раз? Да, белья. Ну, Алена, если ручки-то на месте, то ведь можно сшить все, что угодно. Я считаю, что в этом деле главное — энтузиазм. Терпение, без терпения не сошивайте. На одном энтузиазме, поверьте, не уедите. Поэтому мне ни одного сшивого фарта нет. Прошиваем шов вот этот. Вот этот вот один. Но мы прошиваем его не просто так, мы прошиваем его с умом, мы прошиваем его с закрепками. Помните, да? Вся школа, что такое закрепка. Ставим, прошиваем три стежка. Зажимаем вот этот рычаг назад. И дошиваем до конца, делаем то же самое. Давайте, ваша очередь. Так, вот сейчас прям до края дошиваете. Так, стоп, стоп. Еще один стежок. Раз, и назад. Все, отлично. Это тот случай, когда на наших с тобой дольче габана кривая строчка — это не что-то там, а очень даже хорошо, потому что мы шьем сами. Твое дольче и мое габана. А пока мы с Аленой честно выполняем все рекомендации Анастасии, нашим зрителям стоит вспомнить, что женское счастье — это в обязательном порядке здоровье. И посмотреть весьма полезный сюжет. На сегодняшний день, наверное, можно сказать, что проблемы со спиной появляются примерно у каждого второго-третьего пациента. Чаще всего проблемы со спиной являются следствием неправильного образа жизни, следствием работы, например, сидячая работа, мало отдыха. Еще лет 10 назад можно было сказать, что средний возраст пациентов, которые имеют проблемы со спиной, это где-то 50 и выше. На сегодняшний день остеохондроз имеет такую тенденцию к младению. Вот, то есть сейчас приходят пациенты и 18 лет, и 20 лет, да, и бывают редко, но приходят и даже подростки. Самая распространенная жалоба пациентов — это боль в пояснице. Затем за болью в пояснице может появиться проблема, боль в ноге появляется. Вот это две самые основные жалобы наших пациентов. В первую очередь надо пойти к неврологу, вот, чтобы подтвердить либо провернуть диагноз, да. Соответственно, невролог назначит какие-то обследования, по которым он сделает свое заключение. И дальше, если это надо, направить либо к ортопедам к нам, либо он отправит к нейрохирургам. Тюргумент достаточно хороший аппарат в плане укрепления мышц спины. Он является отличным дополнением к таким видам, как плавание, да, как занятия в спортзале. Вот все они дополняют друг друга. Сам Тюргумент — это аппарат для диагностики и для выполнения упражнений для мышц спины, для мышц поясничного отдела позвоночника. То есть можно как и определить, как и объем движений в поясничном отделе, насколько гибкий позвоночник, так можно определить, и насколько сильные мышцы те или иные, и разделить их по группам. То есть какая из групп сильнее, какая слабее. И исходя из этого уже составить график упражнений, который их укрепит. Сначала мы проводим диагностическое занятие с человеком. Мы определяем подвижность, объем наклона вперед, назад, вправо, влево, поворотов. Можем проверить силу мышц точно так же в тех же самых направлениях. Да, могут возникнуть какие-то неприятные ощущения, болезненные ощущения. Имеется биологическая обратная связь с помощью компьютера. Он может оценить уровень движения, амплитуду движения, правильность выполнения движения, координацию движения в момент выполнения упражнений. Поэтому минимизация вот этих вот побочных эффектов, она очень хорошо прослеживается именно вот с помощью биологической обратной связи, с помощью компьютера. Поэтому пациентам удобно выполнять эти упражнения. Один из способов хорошего восстановления функциональных возможностей организма. Мы командуем ему, в какую сторону нужно будет наклоняться. И в эту сторону он пытается наклониться. То есть он давит на тренажер в эту сторону. В самом тренажере датчики реагируют на это нажатие и рисуют на экране кривую. Задача пациента такая, там уже в нарисованную кривую, кривой своих усилий попасть. Применяется и у непосредственно спортсменов, так и для укрепления мышц спины, скажем, у людей, у которых изначально они слабые. То есть учитывая достаточную индивидуальность при проведении тестов, мы можем составить программу, которая подходит практически человеку с любой силой, с любой проблемой спины, за исключением, конечно, противопоказаний. Мы сначала как бы настраивали, потом уже после настройки доктор мне говорил, какие движения делать. Вперед-назад, вправо-влево, повороты. Ну, движением, допустим, плеча я должен попасть в эту линию. Чем линия совпадает, тем упражнение сделано правильно. После первого занятия у меня, да, было ощущение тяжести. Но утром уже я ощутил, как бы не было таких болевых ощущений. Должен сам настроиться пациент на результат, что он хочет его достигнуть. Вот. И второе, он должен постоянно и регулярно заниматься физическими нагрузками, которые направлены на укрепление мышц спины. Вот, как правило, этого достаточно. С проблемами мышц спины на первом месте всегда стоит профилактика. И, в принципе, занятия спортом, занятия лечебной физкультурой. Ну, а при обострении уже применяются методики более специфичные для снятия боли, иглорефлексотерапия, физиотерапия, либо медикаментозное лечение. Потом, после снятия болевого синдрома, можно снова продолжать укрепление мышц спины, снова заниматься физкультурой, плаванием, заниматься на Тиргумене в том числе. Медиор. Новый большой медицинский центр, где к вашим услугам предоставлены широкие возможности поликлиники. Уникальная хирургия со стационаром, современная диагностика, реабилитация и даже бассейн. Медицинский центр Медиор. Город Челябинск. Плюс семь триста пятьдесят один двести ровно сорок восемь два ноля. Что? А, она получилась прямо в пол. Ну, во-первых, мы нагнулись, да, во-вторых, она проседает. Ты это выпустишь, ты их зеркало. Что делать? У меня столько роста нету. Почему? Она не в пол у вас? Женщина, мне дремоти есть. Может быть, мне переколоть хотя бы чуть-чуть повыше под резинку? Дуэнье. Видите, где ваша строчка? Да. И лапка должна чуть на нее находить. Машина шьет, строчка получается, лишнее все срезается. Ваша задача один шок сделать и второй. Магия. Пойдемте теперь на утюг. Ну че, ау, как успехи? Да у меня-то хорошо, а ты-то что, как старушонка у меня? Ой, даже как-то не заметила. Да, продула, болит уже который день, да и на каблуках туда-сюда, туда-сюда. Знаешь, дело такое. А мы тут с нашим режиссером были в одном месте, куда можно с больной спиной и с надеждой на выздоровление. Серьезно? Да. Ну пойдем, пойдем, Алена, пойдем. Господи, что за космос? Пойдем, здравствуйте. Оксана, я вот вам привела нашего режиссера программы. Алена, у нее по правде есть небольшая проблемка, поэтому она точно ваш клиент. Я вас оставляю, у меня тут образовались лишние килограммы, я-то знаю, где их сгонять. Алена, мне бы хотелось узнать, что это все-таки за проблем. Последние два месяца у меня очень болит позвоночник, конкретно шейный отдел. И к вечеру буквально отваливается поясница. Прохожу лечение. Я, как человек спортивный, не представляю свою жизнь без спорта, но врачи запрещают вообще какую-либо нагрузку на позвоночник, вплоть до катания на велосипеде. Что у вас выявили? Остихондроз шейный и поясничный. На самом деле, остихондроз – это не противопоказание, это показания. Вести неподвижный образ жизни – это усугубить проблему. Конечно, это важно. Там нужно активировать кровоток, должно быть питание тканей. Пойдемте вот на этот стол. Стол? Да, это тонусные столы. Тонусные столы – это высокотехнологичные тренажеры с электронным пультом управления. У них есть ряд особенностей. Мы можем выставить разную скорость. Мы можем полностью блокировать работу на суставах. Мы можем работать пассивно. Сейчас посмотрим, на что вы, собственно, способны. Вы работаете локально на мышце руки. Но кровоток в области шейного отдела, где у вас есть проблема, он все-таки активизируется. Работа идет на трицепно-трюглавую мышцу. Позвоночник уже немножечко, но включается в работу. Сейчас мы будем заниматься таким упражнением, как гребля. Спина тоже останется в покое. Держитесь за поручни. Поручни будете тянуть на себя, локти поднимать вверх и сводить лопатки. Как мы работаем весной? Тяните на себя, подняли и свели лопатки. Спина при этом остается абсолютно прямой. Приводим в активность уже лопаточную область. Если там соединительная ткань была вросшая или функциональный блок находился, мы это место тоже приведем в движение. Мышцы работают мягко, плавно, пассивно. Самое главное – синхронно и правильно. Вот этот стол очень необходим в лечении остеохондроза, особенно в профилактике дальнейшего развития протрузии или грыжи. Для этого мы должны сделать небольшое вытяжение позвоночника. Это называется тракция. Примите правильное положение, сядьте прямо, вытяните позвоночник. Вот представьте, что вам макушкой надо дотянуться до потолка и почувствуете вытяжение вот в этой области. Вот именно, вот растяжечку сохраняете, да, и вы именно в этом положении нужно будет двумя руками тянуться к поднимающейся ноге, а потом сразу в другую сторону. То есть вытянутый позвоночник, руки пойдут вперед, но вот это вытяжение вы сохраняете. Здесь уже вовлекается в работу весь позвоночник. Повыше чуть-чуть, повыше. И шагаете как бы с усилием. Алена, пойдемте. А здесь находится еще одна очень нужная для вас процедура. Она называется массажная кровать, на которой можно расслабиться, ничего не делать и получать эффект. Надо было сразу сюда меня привезти. Нет, награда за труд, это надо еще заслужить. Это более сильная тракция, вытяжение позвоночника. Значит, дополнительно к этой процедуре есть инфракрасный прогрев, который помогает расслабить мышцы и дает противовоспалительный эффект, чтобы просто спина потом не болела. Алена, как ощущения? Очень великолепные. Вообще, у меня даже пока слов нет. Исходя из моего опыта, после курса такой процедуры, не то что ходить тяжело, летать охота. Мне кажется, первый раз в жизни чувствую каждый отдел своего позвоночника. Девять нефритовых роликов выполняют массаж интенсивный с вытяжением вдоль позвоночного столба. Самое главное, что эти ролики сделаны из нефрита. Нефрит сам уже обладает противовоспалительными, вечерними свойствами. А теперь, Алена, хочу предложить вам еще одну процедуру массажную. Называется массажная подушка. Она не работает по позвоночнику. Она просто расслабляет мышцы шейного и грудного отдела. Вам тоже будет приятно. Может быть, сначала немножко больно. В ней тоже есть такая функция, как инфракрасное тепло, которое помогает расслабить мышцы, чтобы был и кровоток в голову, и обратный отток крови по шейному отделу. Ролики крутятся и в ту, и в другую сторону. Такую подушку можно дома иметь. Нужно. Очень много женщин просят сказать, где купили на самом деле. Ну, пойдемте, Алена, еще на одну и, наверное, на сегодня последнюю замечательную процедуру. Это магнитотерапия. Алла. Будете лежать вместе, общаться, ложитесь головой сюда. Алена, мы с вами хорошо уже позанимались. Замечательно просто. Мы проработали мышцы, мы поработали надпозвоночником, мы сделали массажное воздействие. Но вы заниматься пришли первый раз. И завтра, вполне возможно, вы ощутите, может быть, какие-нибудь боли в спине. Вот для того, чтобы это не произошло, существует магнитотерапия. Она обладает серьезным противовоспалительным эффектом. Усиливается трофика тканей, вы расслабляетесь, повышается иммунитет. Здесь две программы «избодриться» и «расслабиться». Выбирайте. Давайте взбодримся, потому что мы уже сейчас порасслаблялись. Оно уже пошло? Да. Свойство магнита, он неощутим. Вы когда между двух магнитиков руку толкаете, вы ничего не чувствуете. Но магнит очень внутри работает, потому что кровь и лимфа как раз-таки на это реагируют. Теперь я вас оставляю, отдыхайте и пообщайтесь. Алла, ну что, как твое похудение? Ну, я-то здесь частый посетитель, частый гость. И я каждый раз расстаю с килограммами, вот так вот получаю удовольствие. Ты лучше о своих ощущениях скажи, как ты себя чувствуешь? Мне кажется, это рай для женщин. Там внизу что-то шевелится, бегает, для тебя все делает. Прекрасно. Массаж мне очень понравился, массажная кровать. Домой бы прям такое. Алену я оставила получать удовольствие, а сама попросила Оксану прокомментировать наш визит. Не все люди здоровые, не все люди могут заниматься спортом. Обязательно нужно оценить состояние здоровья. Потому что если вот как сегодня мы видели, человек с больной спиной придет, начнет заниматься и будет заниматься не специалист, действительно можно навредить. Ведь при остеохондрозе даже достаточно скрутки, чтобы вызвать достаточно сильное обострение. Поэтому обязательно нужно сначала оценивать состояние здоровья. Потом обязательно иметь индивидуальный подход к каждому клиенту. И специалист действительно будет решать, какой степени нагрузку можно давать. Можно ли растягивать, можно ли сильно нагружать мышцы. Иначе мы не добьемся никогда результата особенного выздоровления. Алена все сделала правильно. Выполняла все рекомендации специалиста. Поэтому уверена, что ее позвоночник в скором времени придет в норму. Они вошли в вашу жизнь без спроса? Лишний вес, целлюлит, боли в спине и шее, боли в суставах, депрессия. Что же сделать в первую очередь? Набрать 220-57-17 или 220-53-16 и записаться на бесплатное пробное занятие в Центре женской красоты и здоровья «Тонус». Ну что, девочки, ваши юбки готовы? Предлагаю их померить и похвастаться друг перед другом. Слушай, Алена, мне-то вот прям очень нравится, что получилось. Мне очень нравится твоя юбка. И главное, у нас получились такие разные образы. Классно. А мне твоя нравится, она как из моей юности. Давай, следующий раз поменяемся. Давай. Анастасия, спасибо вам большое. Я теперь понимаю, что, во-первых, все возможно. Все, ну, не так уж легко, но реально и легко. И действительно, за два часа можно сшить красивую юбку. Спасибо большое. Но так как мы работаем не только для себя, но и для наших телезрителей, пожелайте что-нибудь им. Я хочу пожелать нашим телезрителям не бояться в любом возрасте начинать какое-то новое дело. Шить можно научиться, когда вам 20, 30, 40, 50 лет. В этом нет ничего страшного. Это такая кривая называется, правильно? По кривой идем. Все, по кривой пошли, девчонки? Как сон у нас. А мы лишний кусочек отрезаем. Безжалостно. Безжалостно. Он нам не нужен. Может быть, он, конечно, вам пригодится где-нибудь? Конечно, конечно, пупсику юбочку. Тебя всегда приветливо распасивается. Здравствуйте. Добрый вечерочек. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин